Здравствуйте, друзья! Я хотел выложить заключительную часть эпопеи с роялем Эстония в музыкальном колледже Карамурзы, но, к сожалению, там очень плохое качество, поэтому, поскольку тот рояль уже настроил, я решил показать настройку вот на этом рояле замечательном. Это тоже Эстония, только чуть поменьше. Вот, находится это технопарк города Гамери, вот такой вот зальчик, с очень, кстати, неплохой акустикой. Вот, и я хотел бы продемонстрировать программу, называется она Яноскоп. Я уже пользовался этой программой, но, скажем так, не сильно углубляюсь в ее дебри. Сегодня хочу попробовать полноценный формат, то есть изменение негармоничности и все остальное. Поехали! Итак. Для начала нужно создать файл, собственно, создать фортепиано. Имя, ну, назовем это, поскольку называется, это у нас зал в простонародье технопарк. Технопарк. Это у нас рояль Эстония. Модель кабинет-клавер. Кабинет-клавер. Серийный номер 4804. 4804. Заметки у нас не будут. Стиль, ну, пускай будет сбалансированный. Стандартная темперация. Камертон 440. Ну, хорошо, пускай будет 440. Хотя я бы, наверное, сделал бы 442. Все-таки концертный. Заодно посмотрим, насколько он сядет. Так. Камертон, темперация. Все сделали. Создать. И он нам предлагает, прежде чем достать настройку, необходимо измерить негармоничность фортепиано. Измерение негармоничности. Так. Ну, поехали. Так, давайте сделаем вот так вот весь диапазон. Вот он начал устраивать кривую. У нас все готово. Окей. Нажинаем готово. И, собственно, можем настраивать. Правильно я понимаю? Ну, сейчас мы сделаем одну манипуляцию, чтобы вам хотя бы понимать, насколько точно он настраивает. Нам нужно зажать, заглушить, скажем так, лишние струны. Вот за что я не люблю вот эти кабинетные рояли Эстония и, кстати, Красная Октябрь. То, что ни хля разделено вот этой вот. Видите? То есть, очень неудобно. То есть, в пределах октавы настраивать получается ни туда, ни сюда. И сюда ни клин, ни вставишь, ничего. Так, ну, здесь, не знаю, как-то вот так придется сделать, наверное. Не знаю, заглушит, не заглушит. По идее, должен. Так, я буду комментировать свои действия. Собственно, я сейчас затыкаю резонирующие струны, оставляя только средний ряд. Ну, средние струны. Чтобы не было никаких лишних призвуков. Так, у нас понятно, что не хватило. Ну, ладно, мы потом... А, у нас есть... У нас же есть клинки. Сейчас мы заткнем оставшиеся ноты, которые нам не хватило. Все, у нас будет хорошо. Раз, два. Все, отлично. И так, поехали. Видите, тут есть тробоскоп, который помогает понять, в какую сторону. Нам нужно поднять до 442. Поехали. Вообще, я так не люблю, конечно, настраивать. Я люблю классическим способом. То есть, так называемый двусторонний. Это когда настраивается октава. Потом квинта. Потом квинта верхняя. И потом пошли по квартам, по квинтам. И так вот. И тогда у нас, соответственно, получается... Мы можем проверить. Наверное, мы так и сделаем, чтобы нам всю октаву не ждать, не строить. Мы тогда уже можем понять, насколько точно он будет настраивать. И слушаем. Ну вот, соль диеза настроил. Ну, нормально. Теперь давайте проверим большую терцию от си. Для этого нам нужно настроить ми бемоль, который он же ре диеза. Давайте теперь проверим, как будет звучать ре диез, который станет ре бемолем. Например, ми бемоль, соль. Для этого нам нужно настроить ре. Прошу прощения. А ре у нас почти настроена. Ну, нормально. Синез. Давайте фа диез настроим по лупу. Посмотрим, как у нас будет малые терцы звучать. Угу. Хорошо, ярко звучит. И осталось нам настроить до. Если вы заметили, да, что я сначала немножко как бы понижаю строй, а потом поднимаю. Я не всегда так делаю, но на старых роялях, или хотя бы на тех, которых очень давно не настраивали, а этот рояль, ну, долго не обслуживался, бывает так, что струны, особенно если они не очень качественные, да, они здесь вот чуть-чуть окисляются, пришквариваются. И когда начинаешь тянутся, то тянется только вот эта вот часть половинка, а эта нет, особенно вот на графах здесь, и струна рвется, поэтому я как бы немножко даю и немножко сползти с этого места, а потом натягиваю уже, чтобы она натягивалась целиком по всей длине. Ну и проверяем, давайте на вшивость этот прибор. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Большие дерцы. ПЕСНЯ 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 Большие. Ну и да, очень понятно. Ну что, в принципе, достаточно точно он настраивает это. Давайте посмотрим, как он будет показывать настройку конкретной каждой струны. Вот Ля, например, начнем. Показывает. То есть, несмотря на то, что у нас настроен основной тон, он все равно слышит то, что вторая струна расстроена. Сейчас, я не буду говорить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть он хочет сказать, что у нас ля сползла. Основной тон. Давайте проверим. Ну да, немножко сползла. Но это, в принципе, и понятно, потому что натягивая эту струну, да, мы видим, как она идет. Она идет через штифт и на следующую. То есть, соответственно, струны вытягиваются равномерно. И перейдем к следующей части. Смотрите. С этими струнами уже по-другому. Здесь каждая струна отдельно. То есть она не идет не через штифт, как здесь, да, вот видно, я показываю. А у каждой струны отдельный штифт. То есть она не соединена с другой. Сначала настраиваем басы, да, потому что у басах натяжение больше. И, соответственно, идет какая-то микродеформация. Вот, поэтому сначала настраиваются басы, потом уже бас, потом дискант. Иначе, если мы настроим сначала дискант, точно начнем настраивать басы, начнется микродеформация, и весь дискант у нас поплывет. У этой программы есть очень много настроек. Я сам, честно говоря, еще не до конца не все испробовал, не во всем разобрался, но просто покажу вам. То есть можно сделать распознавание клавиш, да, весь диапазон, вверх по хроматизму. Давайте так, буду что-то показывать. Вниз по хроматизму, по хроматизму вниз-вверх, и выкол. Чем отличается весь диапазон от хроматизма вверх и вверх, я не знаю. Ну, ладно, допустим, пускай будет весь диапазон. Здесь негармоничность, вот он нам показал. Идеализированная, и какая-то, значит, есть еще результирующая кривая. Ага, вот она как выглядит, понятно. Ну, ладно, допустим. Оставим так. Настроечная кривая. Вот, это то, что он нам показывал там, да, в предыдущем экране. Подъем строя, генерирование тонов, тонов. Инструмент это то, что мы с вами заполняли. Тут, кстати, очень много стилей. То есть есть балансированный, есть можно по чистым октавам, чистые дуодецимы, чистые квинты, да, и чистые дуодецимы октавы. Вот, когда я настраивал ковесин, я настраивал по чистым, чистые октавы, потому что там это очень важно. Там, помимо основного ряда струн, еще идет октавный, то есть так называемая четверка. Восьмерка основной, четверка на октаву выше. И чистые октавы там крайне важны, потому что при включении восьмифутового и четырехфутового регистра октавного, если будут не очень чистые октавы, это будет разбаланс. Поэтому там не столь важны чистые терции, тем более, что это барочная, да, в основном музыку играют, как именно чистые октавы. Так, ну, допустим, темперация. И тут мы просто открываем портал, я не знаю куда, тут просто вот, пожалуйста, пифагорейская, натуральная, следнитововая, измененная следнитовая, хорошо темперированная. Тут все-все-все темперации есть абсолютно, которые только, не знаю, известны, наверное, в мире почти ETC, да. Ну, то есть, как бы, плюс еще можно какие-то свои, какие-то еще, я так понимаю, загружать там через меню загрузок. Но давайте, я не буду экспериментировать, я возьму, которая по умолчанию здесь идет. Вот, что здесь еще идет? Диапазон, ну, соответственно, можно менять, если здесь какие-то дополнительные клавиши, здесь можно до полную субконтрактаву настроить. Если клавесин, соответственно, диапазон меньше, указываешь просто диапазон тот, который необходим для конкретного инструмента. Ну, камертон мы уже поняли. Можно менять. Так, настройки. Ну, это настройки непосредственно программы. Я сейчас не буду заходить, тут даже есть калибровка. И, в общем, много всего есть. И что тут еще есть? Так, покупка приложений, понятно. Это подписка, либо покупка непосредственно программы. Вот, и смотрите, я себе уже создал определенный банк, то есть вот те инструменты, которые я настраиваю. То есть, допустим, вот у меня есть в институте, Ереванский государственный институт кинематографа и театра. Вот, и там, соответственно, я себе просто пометил вот инструменты, создал документы по каждому инструменту. То есть, в следующий раз, когда я приду настраивать какой-то конкретный инструмент, например, в 412-м кабинете, мне уже не надо будет делать полностью вот это вот изменение негармоничности, потому что оно у меня уже здесь зафиксировано. Он мне уже покажет, эта программа мне покажет, насколько та или иная нота расстроилась. Вот, это очень удобно. Вот, у нас колледж, да, 103-й кабинет, консерватория, то, что я настраиваю, и вот сейчас вот технопарк. Все очень удобно. То есть, приходишь к конкретному инструменту, и у тебя есть уже, так называемая, определенная база данных нарабатывается по всем инструментам, которые вы самостоятельно настраиваете. Открываешь соответствующий документ, и видишь, какие изменения произошли с инструментом в период, так скажем, отсутствия настройки. Так, ну, собственно, вернемся у нас к технопарку, то, что мы настраиваем, и поехали дальше. Угу. Угу. Субтитры подогнал «Симон»